На этом уроке мы проведем морфологический разбор суры «Аль-Кауср» изобилия. «Инна а'атайна калькауср» «Поистине мы даровали тебе «Аль-Кауср»» то есть многочисленные блага. «Инна» В основе «инна» это у нас два слова «Харфа инна» частица «инна» и местомение первого лица множественного числа «на» на мир мутаслитное местомение. Как известно, джамиу аль-хруфи в ад-дамайр все предлоги, частицы, а также местомение все это слова с неизменяемым окончанием «калиматин мабниянт» несклоняемые имена имена или слова с неизменяемым окончанием поэтому «фалятубхату фиалмисарф» из-за чего они не будут изучаться науки «сарф» «Аль-Та инак» «Аль-Та» это фиалмадан глагол прощающего времени «Аля возне афаля» аль-Та в основе было «Аль-Та-Ва» потому что образован от глагола «Аль-Та и Ар-Ту» «Буква, является четвертой, пятой или чистой буквы на конце» при условии, что предшествующая буква не будет огласована дома такая буквва заменяется сначала на букву «Я» так к «Я» считается более легкой, чем «Ва». Значит, АТОВА сначала, согласно этому правилу, у нас стало АТОЯ, затем уже идет уже известное нам правило, гласящее, что если буква Я, а также и буква ВАУ имеет огласовку, а предшествующая буква огласована ФАТОВА, и именно ФАТОВА, в этом случае Я, а также ВАУ заменяются на букву АЛЬФ. Значит, от АТОЯ у нас получается АТОВА, которым АЛЬФ у нас будет писать не в виде продолговатого АЛЬФа, в виде Я без точек, так как АЛЬФ, являющийся четвертой, пятой, шестой конечной буквы, пишется в виде или форме Я без точек. Значит, АТОВА, АТОЯ, АТОВА, АТОТАТ, АТОТА, АТОИНА и так далее. АТОИТА, АТОИНА, например, до конца. Мы привели это спряжение, дабы при помощи него ответить на логичный вопрос, который может возникнуть у обучающегося. Человек может спросить и сказать, вы сказали, что сначала было АТОВА, затем ВАУ заменили на букву Я, сказал АТОВА, затем уже Я заменили на АЛЬФ, сказал АТОВА. Если обе буквы ВАУ, Я при наличии условия Фатхи предыдущая буквы заменяются на АЛЬФ, то есть если в итоге у нас все равно получается АТОВА, например, как слой ГАЗОВА и ГАЗАВА, то есть почему мы сразу не меняем АТОВА на АТОВА, то есть сразу на АЛЬФ, а не на Я сначала, а потом уже Я на АЛЬФ. Дело в том, что при присоединении огласованного местомения ПАДИЖАРОВ, ЛАМИРОВА АЛЬМУТАХАРРИК, то есть, ну, например, женскую роду, или ТА, например, АТОИТУ, АТОИТА, АТОИТУ и так далее, или НА, АЛЬФ обратно превращается в ту слабую букву, от которой он и был получен, то есть возвращается в свое, можно сказать, исходное состояние, первоначальное состояние, как, например, РАМА, РАМАЯ и РАМА, и РАМАЙТУ, ДААВА, ДААА и ДАУТУ. Если бы мы в этом глаголе АТОВА, АТОЯ и АТОВА в итоге сказали, что АТОВА образован от АТОВА напрямую, а не посредством АТОВА, то при добавлении местомения ТА, НУН или НА, мы сказали бы АТОВА, АТОВА и так далее, что труднее в произношении, чем АТОИНА и АТОИТУ. Вот почему мы здесь читаем АТОИНА, а не АТОВА. То есть то же самое мы видим и в пяти- или шести-буканных глаголах, например, ИСТАДАВА, затем от него уже ИСТАДАЯ и в итоге ИСТАДАА. Это у нас шести-буканных глагол, это ДААЯДУ. Другой глагол ИАТАДАВА, ИАТАДАЯ и ИАТАДА от пяти-буканных глаголов. АДАЯДУ, АДАВА и АДУУ в основе. Значит, АТОА это у нас ФИАЛУН, СЛАСИЮН, МАЗИДУН, ФИИХИ, ХАРФУН, ВАХИДУН, ФИАУЛИ. Это трех-буканных глагол в основе с добавлением одной буквы в его начале, то есть добавлением ХАМЗА ТИЛ-КАТАН, разделитель на ХАМЗА, то есть ХАМЗА, который в отличие от ХАМЗА ТИЛ-ВОСЛИ, отличие от соединителя ХАМЗА, не удаляется, а всегда читается. Этот глагол МУТААДДИН ИЛА МАФАЛЕНИ, этот глагол является переходным к ДУМ прямым дополнением, первый из которого это МАЭТИ, это у нас КАФ ИЛ-ХУТАБ, МЕСМЕНИЕ второго лица, КАФ, это МЕСМЕНИЕ, СЛИТНОЕ МЕСМЕНИЕ, а второе МАФАЛЕНИЕ, второе прямое дополнение, это слово АЛЬ-КАУТАРУ, АЛЬ-КАУТАР, это у нас имя по модели ФАУАЛ, с добавлением буквы между ФА и АЙН, между первой и второй корневыми буквами, от глагола КАТАРУ и АКТАРУ, КАТАРАТАН. Арабы используют слово КАУТАР для обозначения большого количества чего-либо, или обозначения чего-либо обладающего высокой степенью или достоинством. Так, например, арабы говорят, РАДЖАА, например, БИКАУТАРН, АЙ, РАДЖАА БИМАЛИН КАТИРН, ВЕРНУСЯ С БОЛЬШИМ БОГАСТНОМ, и так далее. АЛЛАХУ АНАМ.